Глава восемнадцатая Книги Прока и Зекииля Душа согрешающая, та умрет Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает граждан. Голодному и нагово покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, Бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и нагово покрывает одеждой, От обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив, а отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, а беззаконие беззаконного при нем и останется. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от пути своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, и будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, неправ путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ, не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев, не ваши ли пути неправы? Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев, ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. Продолжение следует...